Здравствуйте, это программа 112 в студии Сергея Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 191 происшествие. Из них 6 преступлений, из которых 4 раскрыто. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечен к ответственности 51 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено одно лицо, числящееся как без вести пропавшее. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, 21 марта 2018 года в поселке Каратайка водитель снегохода не учел особенностей состояния транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и допустило опрокидывание транспортного средства, получив при этом телесные повреждения. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 20 по 22 марта на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Зимник». Было задействовано 8 сотрудников отдела ГИБДД. Выявлено 23 административных правонарушения. С 12 по 23 марта 2018 года на территории Ненецко-автономного округа проведена общероссийская акция «Сообщие, где торгуют смертью». Составлено три административных протокола. Возбуждено два уголовных дела. 21 марта 2018 года в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что у первоклассницы в одной из школ города Наринмара похищен мобильный телефон. Отделом по делам несовершеннолетних установлено, что хищение совершил 15-летний подросток, воспользовавшись тем, что гаджет оставлен без присмотра. В отношении юного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». А также он подлежит постановке на учет в отдел по делам несовершеннолетних для профилактической работы с ним и его семьей. 22 марта в дежурную часть управления обратилась жительница поселка Искателей сообщением о том, что она стала жертвой телефонного мошенничества. Полицейским она рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина, представившись работником службы, проводившей проверку фирмы-отправителей биологически активных добавок, и сообщил, что ей поставляли контрафактную продукцию, и она имеет право на компенсацию. Пенсионерка позвонила на номер телефона, предоставленный работником службы, и ответившая женщина, якобы служащая в банке, уверила, что для получения компенсации ей необходимо оформить страховку, что она и сделала, переведя денежные средства в сумме около 60 тысяч рублей. При дальнейшем общении женщина высокого возраста поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления ввелся розыск лица подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничества, и скрывшегося от суда. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено его местонахождение, и информация направлена к коллегам в Республику Бурятия. Сотрудниками патрульно-постовой службы города Улан-Удэ лицо, находящееся в федеральном розыске, задержано. В настоящее время задержанный в одворенном изоляторе временного содержания УМВД России по городу Улан-Удэ и ждет отправки в город Наринмар, где и предстанет перед судом. Житель округа, будучи главным инженером муниципального казенного учреждения города Наринмара, и, имея право первой подписи, подписал акты о приемке выполненных работ организации-подрядчикам, заведомо зная о том, что работы, прописанные в контракте, не выполнены в полном объеме, и согласовал справки о стоимости работы затрат. На основании данных справа денежные средства, в том числе и за фактически невыполненные работы, в полном объеме перечислены с расчетного счета казенного учреждения на расчетный счет генподрядчика, что повлекло за собой причинение материального ущерба на сумму свыше 750 тысяч рублей организации заказчиков. В настоящее время следователем управления уголовное дело в отношении экс-главного инженера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, злоупотребление должностными полномочиями, направлено в суд для рассмотрения по существу. В ночь на 25 марта текущего года житель поселка Искателей в присутствии других граждан нанес оскорбление оперативному дежурному дежурной части управления, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Граждане должны помнить, что в действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, являющихся представителями власти, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, за публичное оскорбление представителя власти действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Статья 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание варьируется от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, до исправительных работ на срок до одного года. Кроме того, за применение насилия либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением своих должностных обязанностей предусмотрена статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 10 лет. 25 марта 2018 года на лыжероллерной трассе состоялись лыжные гонки до школьных образовательных учреждений. Охрану общественного порядка обеспечивали три сотрудника полиции. Нарушение не допущено. 23 марта на лыжероллерной трассе состоялась лыжная эстафета организованной Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо». В спортивном празднике приняли участие шесть команд. Команда УМВД, команда МЧС, отдела Росгвардии, команда ветеранов органов внутренних дел, судебных приставов и военнослужащих войсковой части 12403. Команды состояли из пяти человек, в каждом по одной девушке. Мужчины соревновались на дистанции 3 километра, а женщины преодолевали дистанцию в 1 километр. По результатам лыжной эстафеты победителем стала команда окружной полиции. Серебро у сотрудников Главного управления МЧС России и третье место у команды отдела Росгвардии. Сотрудники информационного центра управления напоминают жителям региона, что государственную услугу по выдаче справок о наличии, отсутствии судимости или факту уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования можно получить следующими способами. В электронном виде через портал 3w.gosuslugi.ru срок предоставления справки составляет от 1 до 7 рабочих дней. На личном приеме с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов в кабинете 102 административного здания ОМВД по улице Ваючейского, дом 13 в городе Наринмаре. В казенном учреждении многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по улице Ленин, 27В и в поселке Искателей по улице Губкина, 3Б и его филиалах. Подробную информацию можно получить по телефону 457-02 или 423-78. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин